Книга «Открытым оком. Вопросы по Святой Библии» 358. «Не совсем понятно. Если закон Моисеев отменен, и мы под благодатью, тогда зачем канонические правила, многие из которых опираются на Ветхий Завет?» Отвечает Игнатий Лапкин. «Отменены все жертвы животными, ибо пришел Христос, в которого они предзнаменовали» Евреям 10.1. «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и этими же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенным приносящих с ними» Римлянам 10.4. «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». «Но сам он говорит» Матфея 5.17. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить» Евреям 7.12. «Потому что с переменой священства необходимо быть переменей закона». «Где нет закона, правил, там есть анархия, хаос. Если там были правила о том, кто может участвовать в едении пасхального агонца, то у нас свои правила относительно тех, кто причащается страшно христовых тайн». Евреям 13.10. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащий с киней». Римлянам 6.15. «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» «Никак». Правила Святой Вселенской Церкви охватывают все сферы жизни христианина. И эти правила необходимо знать каждому верному и неукоснительно их соблюдать, полюбив их. Беда в том, что из 719 правил, какими регламентируются внутренние и внешние в жизни правоверного последователя Христа, из них 413 правил сегодня умышленно, целенаправленно, повсеместно нарушаются. И не где-то, а в храмах Московской Патриархии. В остальных чуть поменьше, но везде нарушаются упорно и изначало. Нужно, чтобы правила не заменяли прямые указания Библии. Правила призваны только пояснять, расширять понимание прямых указаний Бога, но не подменять и не заменять своими правилами. Беда в православии, что люди совершенно не знают Библии, что это и есть самое настоящее слово Бога Живого, пребывающего веки. Им, что бы и никто ни сказал, лишь боговорящий был в рясе, они уже готовы принять за истину. Нет авторитета Библии, а значит нет голоса Божьего и нет путеводительства Божьего. Исаия, 28 глава, 10-13 стих. «Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правила на правила, правила на правила, тут немного и там немного, так что они пойдут и упадут на взничь, и разобьются и попадут в сеть, и будут уловлены». Библии. Библии. Кам'корони. Библии. Продолжение следует...